Крупный план. Это отделение, которое открылось благодаря договору заключенным правительством Кировской области и компании «Нефросовет Румет» еще в 2012 году. Это отделение переехало в корпус, или открылось, нельзя сказать, что переехало, это было новое отделение, которое открылось в пятом корпусе областной больницы после его капитального ремонта. Капитальный ремонт, насколько я помню, был проведен силами компании «Нефросовет Румет» в рамках инвестиционного договора, который был заключен с правительством Кировской области в том самом 2012 году, и сейчас оно успешно функционирует. — Немного поправлю вас. Дело в том, что по хронологии. Дело в том, что в 2012 году, как правильно сказали, был подписан меморандум с правительством Кировской области о развитии гемориализной помощи. Пятый корпус Кировской областной клинической больницы как раз-таки принял на себя часть развития инфраструктуры в части нефрологической помощи. То есть нам передали первый этаж данного корпуса с целью организации на его базе гемориализного отделения, которое бы оказывало помощь всем лицам, страдающим хронической почечной недостаточностью. Мы оснастили его современным оборудованием и начали бесплатно оказывать данную медицинскую помощь. Позже, в 2015 году, выяснилось, что данный корпус представляет из себя аварийное здание, он опасен для жизни и здоровья пациентов. И было принято решение, опять-таки на уровне руководства области, о том, чтобы передать данный корпус в пользование частному инвестору, который бы вложил денежные средства в его ремонт, реконструировал или произвел капитальный ремонт. И запустил бы его по таким профилям, как нефрология, урология, сердечно-сосудистая хирургия, эндокринология, анестезиология, ремотология. И создал бы там поликлинику. Мы приняли участие в этом аукционе, который объявила область, и, соответственно, выиграли его, то есть были, по сути, единственными участниками. И вот к 2017 году мы закончили капитальный ремонт этого корпуса и, в принципе, вышли на лицензирование объекта, вышли на то, чтобы нам выдали объем медицинской помощи. В общем, вышли к запуску данного проекта в эксплуатацию, если можно так сказать, то есть на оказание медицинских услуг. Но, к сожалению, получили исковое заявление от областной клинической больницы о расторжении контракта. То есть контракт был заключен на 20 лет. Все это время мы не переставали оказывать медицинскую помощь по профилю нефрологии, то есть оказывать гемодиализмную помощь пациентам. У нас в настоящий момент лечится 200 человек там, то есть они проходят эту жизненно необходимую процедуру. Мне на один день мы не приостанавливали этот вид медицинской помощи даже во время проведения капитального ремонта, потому что тогда, до 2017 года, на территории Кировской области не было иных альтернатив для оказания этого вида услуг. Да, в 2017 году появилось в областной больнице отделение гемодиализа, которое сейчас функционирует, там, по-моему, 50 или 60 человек лечатся. Но, тем не менее, вот область посчитала, что, по всей видимости, нужно еще и создать конкуренцию частной системы здравоохранения. Мы не против этого нисколько, но, скажем так, методы, которые пропагандируются Кировской областной клинической больнице, мы не разделяем. Потому что ни подход к частному партнеру неправильный, ни те договоренности, которые были заключены ранее, они, по сути, не соответствуют тем веяниям, которые сейчас витают в современном обществе. А это именно добросовестный подход к частному инвестору, к частному партнеру, который вкладывает свои денежные средства в развитие такой социально значимой сферы, как здравоохранение. Ну, вот история, которую вы начали рассказывать, это история про инвестпроекты, которые реализуются в Кировской области. Ведь инвестпроект, который нефросовет РУМЕД реализовал здесь, он стоит немалые деньги. Сколько вы вложили в развитие медпомощи на базе 5-го корпуса областной больницы? По нашим подсчетам, это более 200 миллионов рублей инвестиций, которые мы вложили в развитие, в оказание капитального ремонта данного объекта. И, соответственно... Это капитальный ремонт или это капитальный ремонт с оснащением оборудованием? Пока частично, да. Он оснащен частично. То есть по тем медицинским услугам, которые сейчас там оказываются, я имею в виду, это отделение гемодиализа, там оснащение присутствует в 100% объеме. Частично мы оснастили его для цели лицензирования, для того, чтобы залицензировать те виды медицинской помощи, которые нам вменило в обязанность организовать область. И, соответственно, если все вот эти вот разрешения документа будут нам получены, то и, конечно же, нам будут выделены объемы медицинской помощи для оказания бесплатно ее для жителей области, конечно же, мы полностью 100% еще оснастим, естественно. В настоящий момент мы не можем оказывать медицинскую помощь в 100% объеме, просто потому, что нам не дают так называемые объемы медицинской помощи. То есть это тот набор процедур, услуг, манипуляций, которые необходимы медицинской организации для того, чтобы потом возместить свои затраты за счет средств ОМС. Давайте еще раз напомним горожанам, какую медицинскую помощь, за исключением отделения гемодиализа, где все понятно, да, и мы не раз об этом говорили, 200 человек обслуживается. Какую еще медицинскую помощь планово могли бы получать горожане по полису ОМС, а это значит бесплатно для себя? Какие специалисты готовы были работать в клинике, какое оборудование там стоит? В первую очередь это поликлиническое отделение, которое могло бы принимать по полису ОМС, как вы правильно сказали, пациентов. Это отделение по профилю нефрологии, урологии, эндокринологии, сердечно-сосудистой хирургии, анестезиологии, ренематологии. То есть это проведение операций, хирургических вмешательств, это наблюдение пациентов, первичный прием, то есть кабинеты врачей, специалистов, гинеколог и так далее. То есть все, что вы видите в обычных своих поликлиниках, то же самое вы можете увидеть в нашем корпусе и получить то же самое медицинскую помощь, плюс еще с использованием телемедицинских технологий, которыми оснащен наш центр. Плюс телемедицина и плюс хирургия. Да, 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 конечно, там есть современные операционные отделения, реанимации. В случае, если какие-то, скажем так, врачи отсутствуют в Кировской области, мы можем по телемосту, с применением телемедицинских технологий, связаться с Москвой. И любой житель Кировской области мог бы получить эту медицинскую помощь удаленно, абсолютно бесплатно, по полису ОМС. Как бы могло это выглядеть для потребителя? Мы привыкли ходить в поликлиники по месту жительства или мы знаем, что есть платные медицинские учреждения, их несколько в городе Кирове, например, находятся. Куда ты записываешься, ты понимаешь, какая цена услуги, идешь и дальше, и дальше, собственно говоря, по ценовому вот этому списку двигаешься. А в случае с клиникой нефросовет Румет, как бы это происходило? Дело в том, что в контракте черным по белому прописано, что вся медицинская помощь должна оказываться инвесторам бесплатно за счет средств ОМС. В контракте Румет с правительством? В контракте с больницей, да, с больницей. С областной больницей. Контракт, да, договор заключался непосредственно с больницей, поэтому она, в принципе, сейчас и истец по нашему спору. Хотя, скорее всего, да, то есть все это происходит с молчаливого, может быть, или не с молчаливого, согласен, мы не знаем, более, ну, высшестоящих инстанций, контролирующих, потому что, скажем так, сталкиваясь в суде с выбиванием объемов медицинской помощи, с выбиванием разрешительной документации, мы сталкиваемся еще с министерством здравоохранения, мы сталкиваемся с территориальным фондом ОМС, мы сталкиваемся с комиссией по распределению объемов при правительстве области. И, в принципе, вот эти все государственные органы поддерживают больницу, областную больницу в расторжении данного контракта. Они привлекаются либо третьими лицами, либо ответчиками, в зависимости от споров. Вот в настоящее время в арбитражном суде Кировской области у нас 8 судебных дел, так или иначе, связанных с этой ситуацией. Помимо основного, о котором я уже сказал, то есть полтора года мы уже, почти полтора года мы уже находимся в состоянии расторжения контракта. И вот 23 апреля у нас должно быть состояться заседание как раз по расторжению. Очень надеемся, что арбитражный суд Кировской области вынесет справедливое и объективное решение. Роман Джапаридзе, заместитель директора группы компании «Нефросовет Румед» в программе «Крупный план». У микрофона работает Светлана Занько. Мы еще к претензиям областной больницы и к мотивационной части вот этих претензий и исков вернемся с вами. Я все-таки хочу понять, как работала бы схема по приему клиентов, пациентов в случае, если бы ваша поликлиника, ваша клиника, даже не поликлиника, заработала бы. Ну вот я человек, который живет в городе Кирове, в пригороде или вообще там в другом муниципалитете этого региона. Еще раз, у меня есть выбор, я могу пойти в местную поликлинику по месту жительства, либо обратиться в платную клинику. Есть клиника «Нефросовет Румед», у которой контракт с областной больницей, и по контракту вы должны принимать пациентов по полису ОМС. Как бы я о вас узнала и как бы я могла к вам попасть? Дело в том, что данная информация вся публикуется в сети интернет. В любом случае, в момент, когда мы получим всю разрешительную документацию, естественно, мы извещаем жителей Кировской области о том, что данное медицинское учреждение открылось, потому что не все заходят на специализированные сайты. То есть реклама? Да, в том числе реклама, по которой становится понятно, что для обычного жителя, неважно, куда он приходит, в государственную систему здравоохранения или в частную, в любом случае он имеет право на получение бесплатной медицинской помощи по ОМС. Потому что платные услуги оказывать на базе этого корпуса мы по контракту не имеем права, потому что это государственная собственность, и нам оно передано. Было бы сообщение, распространенное в СМИ и какими-то другими способами, там в интернете, что есть клиника Невросовет РУМЕД, работающая в пятом корпусе областной больницы. Это частная клиника, но она оказывает людям бесплатные услуги, потому что принимает по полису ОМС. И, в принципе, любой человек с улицы мог бы прийти к вам. Конечно, конечно. Мог бы прийти к вам. Дальше мы видели просто сюжеты, которые сняли наши коллеги, телевизионщики из вашей клиники, видели палаты, видели оборудование, которое стоит, простаивает, я бы даже сказала, в этих палатах. Мы видели, что есть специалисты, которые в любой момент готовы начать работать там, они ожидают своих пациентов и пока что поддерживают просто в рабочем состоянии там это оборудование и не увольняются, они там находятся. Но процесс открытия застопорился из-за тех самых претензий на, прежде всего, помещение, которое предъявляет к вам областная больница. Что она говорит в своих претензиях? Почему после того, как вы провели там капитальный ремонт, вложив туда немалые деньги, да, несколько сот миллионов, вдруг областная больница говорит уходить, и мы все это забираем? Ну, знаете, для нас, да, этот вопрос и мы хотим задать, и задавали его не раз в суде, ну, на что, скажем так, представители областной клинической больницы заявляют, что, ну, вот, соответственно, у вас якобы, да, то есть по надуманным поводам, вот такие-таки нарушения, и, пожалуйста, верните нам объект. Да, то есть, как вы понимаете... Нарушения именно в ремонте? Сроки выполнения ремонта. Сначала они объявляли об аварийности этого ремонта, да, то есть аварийности здания, когда пришли к нам в середине, скажем так, выполнения капитального ремонта. То есть пришли в самый разгар ремонта, посмотрели, что там здесь, 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 здесь что-то не соответствует, составили быстренько акт и объявили нам претензии о том, что объект находится в аварийном состоянии. На все наши удивления о том, что о каком аварийном состоянии идет речь, если ремонт еще не закончен, вы работы не приняли, ну, сами понимаете, здесь это все как-то вот так вот растворилось. И всегда в любой сфере, особенно в медицинской, в строительной, как вы понимаете, очень есть много таких нюансов, когда зацепиться за какой-то абсолютно, может быть, пустяковый довод, раскрутить его потом и положить его в основу расторжения контракта всегда можно. То есть если у другой стороны есть желание, то есть отсутствует желание дальше продолжать работать, всегда есть повод что-то найти и что-то попытаться предъявить какую-то претензию, там, несоответствие и так далее. Что мы, в принципе, сейчас и видим в суде, потому что каждый раз находятся какие-то надуманные основания, то, значит, они говорят о том, что почему вы не оказываете медицинскую помощь на объекте, хотя согласно контракту должны это делать. Мы говорим, как мы будем оказывать, если вы нам сами не даете разрешить документацию для оказания медпомощи, не даете объема медицинской помощи для ее оказания, и потом же это предъявляете нам в качестве претензии. Понимаете? И вот это все вот так крутится-вертится вокруг одного, и на самом деле вот этот очень интересный вопрос, который вы задали, и, наверное, надо жителям это объяснить. Почему жители Кировской области, имея потребность, не имеют возможности это сделать? Все потому, что там порядка 2,5-3 тысяч квадратных метров просто простаивают в то время, как они могли приносить пользу людям. Вот это вот очень удивительно, непонятно для нас ситуация. Когда вы заключаете контракт на 20 лет, в 2015 году, это не так давно было, заключаете контракт на 20 лет, ждете, когда частный инвестор закончит ремонт, принимаете объект, комиссия приходила, приняла, все, замечаний нет, отлично, спасибо. И параллельно ведете работу по расторжению контракта, притом не намереваясь его расторгнуть с возмещением затрат, а просто исковые требования сформированы так, расторгнуть и вернуть объект со всеми неотделимыми улучшениями, то есть со всем ремонтом. Все вложенные деньги в капитальный ремонт останутся в этом здании и по требованию областной больницы в случае ее выигрыша уйдут туда, а это порядка 200 миллионов. Да, и вот как раз таки остается резонный вопрос, каким образом, даже если вдруг, условно, допустим, что суд принимает решение в пользу больницы, каким образом будут возмещаться эти деньги, будут ли они возмещаться вообще, и понимает ли Кировская областная клиническая больница, на что она ввергает Кировскую область, да, то есть это порядка 200 миллионов рублей компенсации, как минимум, потому что по нашим расчетам это так и есть. В то время, как мы могли бы мирно сосуществовать, работать эффективно, планомерно на благо жителей. Вот вопрос. Оказывать медицинскую помощь у людей появился бы выбор. Мы как раз об этом вчера говорили с губернатором Кировской области здесь, в эфире нашей студии о развитии конкуренции, в том числе и в медицинской сфере, потому что вот на последнем госсовете, уж не знаю, в тему ли, но мне кажется, что очень в тему, как раз Владимир Владимирович Путин ставил вопрос о том, что во всех сферах экономической жизни, а туда входят и социальные объекты, и социальные услуги регионов, должна быть обязательно обеспечена честная конкуренция, и определенная доля оказываемых услуг должна оказываться частным бизнесом. Каждый регион, правда, сам определяет, какая доля, например, в медицинской сфере должна принадлежать частному бизнесу, но у нас пока с этой историей ситуация совершенно не ясна. Еще регион не определился, где место частной медицине, а где место на медицине государственной. Да, но мы еще забываем. Но выбор у человека должен быть. Мы забываем о государственной частной партнерстве, о котором тот же Владимир Владимирович Путин, вице-премьер, и вообще, в принципе, все чиновники, выступающие на инвестиционных форумах и подобных мероприятиях, заявляют о каком эффективном развитии экономики. Мы, конечно, не изучали статистику, но вообще, есть ли в Кировской области проекты государственного частного партнерства в сфере медицины за последнее время, кроме нашего проекта и того, который под таким большим знаком вопроса. И насколько это вообще отразится на том инвестиционном потенциале области, о котором везде заявляется, потому что есть и рейтинг проектов государственного частного партнерства, есть определенный рейтинг губернаторов даже относительно проектов развития государственного частного партнерства. И понимает ли это Кировская областная клиническая больница, заявляя вот такие сейчас исковые требования, во что это может все вылиться, да, с точки зрения вообще аналогичных проектов по всей России. У нас в 10 субъектах 30 медицинских центров, в 10 субъектах аналогичных или там так или иначе похожих на кировский проект. Где-то была такая ситуация, как в Кировской области сейчас? Ну, слава богу, такой ситуации не было и надеюсь, что не будет. А планы по открытию медицинских центров подобных вот Кировскому еще у вас есть? Да, да. 35 у вас есть? Да, да, конечно, конечно. Мы развиваемся, мы заключили, вот сейчас продолжаем работу в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге. Мы будем открывать подобные медицинские центры и в других субъектах, мы развиваем амбулаторно-поликлиническое звено, то есть мы стараемся не зацикливаться на гемодиализе и на смежных с ним отраслях и областях. Мы активно сейчас рассматриваем проекты по реализации как раз таки поликлинического звена. Скажите, пожалуйста, вот это все-таки такая интересная история, когда открылась ваша клиника все-таки на имущественной базе областной больницы. Я слышала от некоторых экспертов, что именно это является камнем преткновения. Дескать, вот строили бы отдельное здание, сами бы там открывались и не было бы претензий. А тут вы нарушаете общий комплекс конкретно государственной клиники. У вас в других регионах, вот в 10 регионах, где вы присутствуете, где располагаются ваши клиники? Есть ли такой же опыт, когда вы на базе какой-то государственной клиники? Я бы сказал, это основной наш опыт. Как раз таки почти все 90% наших медицинских центров располагаются на базе учреждений здравоохранения, либо в корпусе непосредственно самой больницы, либо рядом стоящей и так далее. Есть частные, когда мы берем уже обычных коммерческих организаций. Но, тем не менее, вот это вот из-за чего это все родилось. То есть, когда государство не имеет возможности развивать своими силами здравоохранение... Не было просто финансов, в том числе на ремонт этого здания и на открытие отделения клиники. ...объекта, достойного для вложений. И просто-напросто призывают частный бизнес на помощь. Придите, помогите, сделайте ремонт, оснастите, оказывайте медпомощь, если хотите, если можете. Вот именно по такому пути и развивалась наша партнерство с Кировской областью. До определенного момента все было хорошо. До определенного момента все были довольны тем, как оказывается медицинская помощь. И пациенты были довольны, и чиновники. Но вот в какой-то момент пришел новый главный врач в больнице. И, не знаю, там, или, может быть, команда какая-то с ним пришла. Для нас это, наверное, тайно останется. Но, тем не менее, вот как-то все резко повернулось в другую сторону, несмотря на то, что есть определенные обязательства, которые стороны должны соблюдать. Но, к сожалению, этого не делается. Вот вы говорите, что если, например, областная больница проиграет в арбитражном суде или проиграет в последующих судах, если вы не остановитесь в случае принятия арбитражного суда в Кировской области... А мы не остановимся, конечно. Мы пойдем до Верховного суда. Вы пойдете до Верховного суда. Ну, положим, все-таки областная больница проиграла. 200 миллионов рублей. Кто кому должен будет выплатить? Если областная больница проиграет, то мы можем эксплуатировать данный корпус согласно контракту, согласно... Еще 20 лет. Ну, меньше, чуть меньше теперь получается. Чуть меньше 20-летнего периода, да. Если областная больница каким-то образом выигрывает, что происходит? Ну, происходит следующее. То есть 200 пациентов, гемодиализмных пациентов, людей, которым эта процедура нужна 3 раза в неделю, и пропустив одну или две процедуры, они могут умереть. Получается, что данных пациентов должна принять на себя область. То есть областная или клиническая больница, либо другое медицинское учреждение области должно обладать соответствующей инфраструктурой, оборудованием, оснащением для того, чтобы в экстренном порядке принять на себя этих пациентов. Готова ли область к этому, к такому резкому скачку и наплыву этих пациентов, я не знаю. Ну, предположим, область готова. Например, мы помним, что заявляет с правительством, что гемодиализмные отделения по всей области развивается. Другое дело, что у пациентов нет выбора, они не могут выбрать, в какую клинику пойти на этот гемодиализ. Конечно. Что если мы говорим о конкуренции, все-таки о добросовестной, наверное, не совсем правильно. Хотелось бы какой-то выбор иметь, не знаю. Но дело-то ведь еще не только в двухстах пациентах. Все-таки вложенные средства вами. Это что, подарок просто получается? Пришел бизнес, вложил деньги и дальше сказал, это вам просто хорошим людям пройти такие расколысти или чиновники областной больницы. Вот вам 200 миллионов. Разве такое бывает? Ну, по логике наших партнеров, публичных партнеров, назовем, это так, видимо, бывает. Но мы-то с вами здравомыслящие люди и понимаем, что мы пойдем в суд за возмещением расходов. Так как это был, по сути, инвестиционный контракт, который содержал в себе и подрядную часть строительства, капремонт, и инвестиционную составляющую, и медицинскую часть. То есть мы, соответственно, как минимум затратили те деньги, которые затратили, как вы уже сказали, это более 200 миллионов. Плюс еще никто не отменял упущенную выгоду и другие-другие неустойки, штрафные санкции и так далее. Которые, в принципе, при большом желании в любом случае мы будем закладывать. Такой желание у нас будет, если с нами расторган контракт. И опять-таки, да, то есть мы будем стараться все-таки думать о тех пациентах, которые привыкли у нас лечиться, которые, несмотря на то, что действует гемодиализное отделение областной больницы, они ходят к нам, лечатся у нас, и почти что никто не перешел в действующее отделение областной больницы, все остались у нас. Мы будем рассматривать другие варианты создания данного медицинского центра, гемодиализного центра в частности, на участников. То есть будем арендовать на других площадях. И также будем лицензироваться, подаваться на объемы, отсуживать объемы, если придется. То есть вот так просто взять сейчас и развернуться, и оставить 200 пациентов своих больных, которые привыкли у нас лечиться, которым нравится у нас лечиться, оставить своих сотрудников, которые у нас работают, и которые не перешли в гемодиализное отделение областной больницы, мы не можем. И еще такой момент тоже важный, опять-таки с учетом рациональности расходования средств бюджетных. То есть вот, как вы уже поняли, есть гемодиализное отделение наше, готовое работать на полную мощность, и в какой-то период времени создается альтернативное, точно такое же отделение в 30 метрах от нас, но государственного формата и работающего на базе областной клинической больницы. Отсюда вопрос, откуда, скажем так, неужели нет в Кировской области других медицинских сфер, которые нужно развивать, в которые нужно вкладывать деньги, потому что закупка оборудования, расходного материала, ремонт помещений под гемодиализный центр достаточно дорогостоящая история. И тоже мы очень были удивлены, когда, по сути, рядышком с нами образовалось вот такое гемодиализное отделение областной больницы. То есть куда были потрачены, я уверен, что десятки миллионов рублей. Остается вопрос, да, почему бы нельзя было остановиться на том, что есть, и дальше просто... Такими сферами, которые требуют развития в нашей медицине. Ну да, мы, да, Светлана, мы про это не спорим, возможно, это правильное решение, мудрое, ну, это, в принципе, уже на откуп областных властей, но зачем набить частный бизнес в этой сфере? Зачем сталкивать лбами, кроме всего прочего? У нас остаются три минуты до завершения программы. Давайте про хорошее. С удовольствием. Вот вы сказали, что пациентов своих не бросите, и в самой критической и сложной сценарии развития ситуации перенесёте оборудование на другие площади, да, параллельно, естественно, отсуживает средства, вложенные в ремонт и прочее, и, вероятно, перенесёте также и оборудование, которое касается других сфер медицинских, которые вы уже упомянули. И тогда что станет доступно нашим пациентам? Вот вы сказали про телемедицину. Какие специалисты вот сейчас задействованы в тех 35 клиниках, которые работают в Российской Федерации под брендом «Нефросовет Румет»? Ну, на самом деле здесь мы в каждом случае подходим индивидуально, да, то есть на постоянной основе у нас работают ведущие специалисты Москвы и Санкт-Петербурга, которые консультируют по нефрологии, по урологии, эндокринологии, по кардиологии, то есть это, в принципе, такие очень востребованные сферы оказания медицинской помощи, да, и мы готовы развивать и любые другие телемедицинские специальности, которые, скажем так, позволяют вот так вот удалённо проводить консультации. Вот, поэтому здесь мы не ограничиваем себя определённым пулом, скажем так, специалистов и готовы развивать дальше. И над этим работой у нас есть большой штат сотрудников, которые работают над IT-составляющей нашего холдинга. И в связи с тем, что телемедицина сейчас далеко шагает по нашей стороне, и в принципе у нас есть все возможности, инфраструктура, ресурсы для того, чтобы усовершенствовать все свои механизмы в этой сфере. Спасибо. Мы будем следить за тем, как развивается история, связанная с клиникой «Нефросовет Румед», частично работающая, да, и ждущая, может быть, открытия частью своих отделений в пятом корпусе Кировской областной больницы. С нами был Роман Джапаридзе, заместитель директора группы компании «Нефросовет Румед». Это была программа «Крупный план». У микрофона работала Светлана Занько. Всем доброго дня. Спасибо. Крупный план